Всем привет друзья! Сегодня я в сосновом лесу, точнее в редколесье. Гулять в сосновом лесу полезно для органов дыхания, конечно если у вас нет аллергии на ее пыльцу. У меня ее нет. Сосна выделяет фитонциды, обладает антибактериальными свойствами. Недаром многие санатории, специализирующие на лечении органов дыхания, находятся в хвойных лесах. А еще такие леса любят населять съедобные хрибы, например у маслята. Вот он первый, вот он и второй. Нет, большой переросток, наверняка червивый и будем брать. Вот такие маленькие мы будем брать. Конечно кругом тишина, красота. Вот еще один. И еще. Растут маслята всегда дружно. Недалеко поселок, утренние грибники уже прошли, но мне оставили чуть-чуть. А вот мама с папой. А вот и детки. Раз. Два. Три. А вот сразу тройняшки. А вот сыроежка притаилась. Да не одна, а эта сухая. Сыроежки тоже берем. Ну-ка посмотрим. Посмотрим. Не червивый. Полезает окошко. Ну а вообще я пришел за сосновыми почками. В этом году малость опоздал. Здесь есть трудно уловимый момент. Поймать, именно когда сосна еще не отпылила. Ну опоздал так опоздал. Ладно. Небольшое количество пульсов все равно прилипло. Поэтому собирать нужно очень осторожно и аккуратно. Содержит она витамины С, В, каротин, смолы, фитонциды. Ну много чего полезного. Вот. Обладает отхаркивающими свойствами. Проверен на себе. С моим достаточно хроническим бронхитом. Очень актуально. Ну вот. Немного еще пылят. Как бы нормально. Да. Молодые побеги уже конечно великоваты. Несколько раз варил из них варенье. С утра ложечку с чайком. Прямо отскакивает мокрота. Интересно. Вот на разных деревьях разного цвета видимо из-за почвы. Ну понятно, что не нужно ощипывать одно дерево полностью. Не нужно быть варваром. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. Оно и разнообразней по составу. Польза будет. Вот таким вот образом. Заберем. Немножечко для себя. Красота эстетика. Ну что. Важно спасибо и этому лесу. За его дары. И будем отправляться во свояси. Ну вот я дома. Ну маслята, а не есть маслята. Что про них особо говорить. Пару сыроежек еще. С картошкой пожарю. Не буду столь особо. Такой уж могучий я кулинар. А с имеющимся у нас лекарственным сырьем будем разбираться. Варенье варить мне... Блин. Что-то я находился сегодня. Да возиться вот это вот не хочется. Решил я шишечки соцветий смешать с медом и настоять. Вот. Шишечки эти. Нужно конечно в отдельную емкость собрать. Это я просто показываю. С пыльцовой оставшейся. Вот это вот все как бы аккуратненько. Вот так вот в отдельную какую-нибудь тарелочку. Хорошенечко вот. Собрать. Это стебелек тоже пойдет в дело. И просто жевать не очень приятно. Даже если он в меде будет. Мы его порежем. И засушим. Вместе с молодыми побегами. Этот побег конечно они переросли. Но что делать. Я и так отбирал. Ну более менее молоденькие. Но целиком они будут долго сохнуть. Я думаю что их нужно мелко порезать и подсушить. Вот не сильно они я думаю потеряют. Ну с шишечками. Там где-то вот эти попадутся. Все мы это смешаем. Будет такой полезный такой порошок. Сырье. Ой молоденькая. Ну а вот шишечки с пыльцовой. Самый цеймус. Так сказать вот этот вот. Конечно. Момент нужно поймать. Момент. Вот медом залить. И хорошенечко они несколько дней взаимно пропитаются. Вот. Ну. А вот молодую зелень. Оставшуюся вот там шишками перемешку. Разложить тонким слоем. И подсушить. Потом можно отварочки делать. Думаю можно и самогончик настоять. Ну а я буду добавлять в сбору свои по осени. Купажи всякие делать. Ну а вам всем ребята здоровья. Мира. Спасибо за просмотр. И до новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok